Глава 2. Пробуждение мертвых. Характер Бетанкора. Разъяснение Эмоса. Я держался тени, пробираясь по огромной гробнице настолько тихо, насколько хватало мастерства. По оттаивающим хранилищам молитвенника 2.12 разносились кошмарные звуки. Стук ладоней и кулаков, бьющихся по крышкам гробов, стоны, приглушенные вопли, бульканье. Души спящих возвращались в свои заточенные в гробах тела, страдающие от последствий гибернации. Но их не встречал почетный караул, состоящий из обученных криоинженеров, чтобы отпереть их, отмыть их органы специальными биосоставами, ввести стимуляторы и разогнать застоявшуюся кровь. Благодаря усилиям Эйклана 12 142 члена правящей элиты планеты пробудились раньше положенного срока. Во время сурового сезона бездействия пробудились без необходимого медицинского сопровождения. У меня не было никаких сомнений, что все они задохнутся в считанные минуты. Я вспомнил детали доклада, подготовленного моим помощником. В этом месте существовала центральная диспетчерская, откуда можно было открыть замки морозильных камер и, по крайней мере, всех освободить. Но ради чего? Без реанимационных бригад они все равно погибнут. И пойди я в диспетчерскую, у Эйклана появилось бы время сбежать. Кодом Глоссии я объяснил это затруднительное положение Бет-Анкору, приказав ему передать мои слова хранителям. Он сообщил мне после некоторой паузы, что аварийный и медицинские бригады уже в пути. Но зачем? Этот вопрос по-прежнему оставался в силе. Зачем Эйклан совершил это? Массовое убийство не было чем-то необычным для последователей хаоса. Но должен же существовать какой-то повод, помимо удовлетворения своих садистских наклонностей. Я раздумывал над этим, пока пересекал прилегающую галерею, значительно углубившись в западное крыло молитвенника. 2.12. Изо всех камер вокруг раздавался ужасный стук, а из дренажных трубок стекало и заливало полы смесь талой воды и биосостава. Прозвучал выстрел. Лазерный зал. Он прошел от меня на расстоянии не большем, чем ширина ладони, и пробил переднюю панель морозильной камеры у меня за спиной. Неистовый стук, исходивший оттуда, немедленно прекратился, а стекавшая через трубки жидкость окрасилась в розовый цвет. Я выстрелил из ципио, поразившись произведенному им шуму. В мою сторону метнулись еще два лазерных луча. Укрывшись за каменной переборкой, я опустошил всю обойму в направлении галереи. Пустые гильзы, выброшенные эжектором, дымились в воздухе и со звоном падали на пол. Меня обдала горячими парами кордита. Я перебрался чуть глубже в укрытие, чтобы сменить обойму. Мимо меня пронеслось еще несколько лазерных розчерков, а затем раздался голос. Эйзенхорн, Грегор, это ты? Эйклон. Я сразу узнал его высокий голос и не ответил. Знаешь, Грегор, ты ведь уже труп. Такой же труп, как и все они. Труп, труп, труп. Труп, выходи, давай закончим, это по-быстрому. Признаюсь, он был силен. Мои ноги чуть не вывели меня из-за переборки на открытое пространство. В дюжине населенных систем Эйклон приобрел дурную славу благодаря своим сугестивным способностям. Иначе как бы ему удалось заставить темноглазых недоумков исполнять его приказы. Но и у меня имелись подобные способности, и я хорошо их развил. Бывает время, когда надо воспользоваться мыслью или голосом, чтобы изящно выманить свою мишень. А бывает время использовать их, подобно стаберу, на близком расстоянии. Сейчас время для последнего. Я напряг глотку, уравновесил свое сознание и завопил. Для начала покажитесь сами! Эйклон не поддался. Впрочем, иного я и не ожидал. Подобно мне, он годами тренировал сопротивляемость. Но двое его подручных оказались легкой добычей. Первый шагнул прямо в центр прохода, с грохотом роняя свой лазган. Сципио проделал дыру посреди его лба, разметав мозги по стенам. Второй, осознав свою ошибку, упал на колени и открыл огонь. Один из его лазерных залпов опалил рукав моей куртки. Я нажал на курок, сципио дернулся и рявкнул в моей ладони. Заряд пробил голову бандита чуть ниже носа, раздробил зубы и разнес череп. Противник зашатался и упал, но его мертвые пальцы судорожно задергались, снова и снова нажимая на спуск лазгана. Выжигая дикие узоры на стенах помещения гибернации, вокруг разлетались вонючая вода, биосмеси и кусочки пластика. Крики стали громче, но не заглушили торопливые шаги. Эйклон бежал. Побежал и я, пересекая галерею за галереей. Крики, стук. И да поможет император, ведь мне никогда не забыть этого. Тысячи обезумевших душ, проснувшихся для того, чтобы встретиться с мучительной смертью. Мерзавец Эйклон. Будь он проклятый, горит в адском пламени. Пересекая третью галерею, я увидел, как он бежит параллельно мне. Он тоже увидел меня, развернулся и выстрелил. Я отшатнулся, и залпы из его лазерного пистолета прошипели мимо. Я увидел его только мельком. Жилистый человек, невысокого роста, с аккуратно подстриженной козлиной бородкой и злобными глазками, облаченный в теплый коричневый костюм. Я выстрелил в ответ, но он уже снова побежал. У следующего перекрестка я опять засек его и выстрелил. А еще через проход его уже не было видно. Я подождал, отстегивая верхнюю накидку. В молитвеннике 2.12 становилось жарко и сыро. Когда прошла еще одна минута, а Эйклана по-прежнему не было, я поднял оружие, вернулся по галерее к тому месту, где видел его в последний раз. Через десять шагов он выскочил из укрытия и пальнул в меня. Тут бы мне и конец. Не разыграй свою карту случай и развеселые боги судьбы. В тот миг, когда Эйклан выстрелил, несколько Крио Крамер наконец распахнулись, и воющие, обнаженные, покрытые волдырями и ледяной коростой люди вывалились в коридор. Они были слепы, обморожены и обварены. Их рвало. Выстрелы Эйклана разорвали на части троих мужчин и тяжело ранили женщину. Если бы не эти несчастные, лазер прикончил бы меня. Раздался торопливый топот, он снова побежал. Я поспешил по галерее, переступая через увеченные тела спящих, которые, сами того не ведая, спасли мне жизнь. В мою ногу в поисках спасения вцепилась голая раненая женщина средних лет, лежащая в талой воде. Лазер Эйклана практически распотрошил ее. Я заколебался. Ей мог помочь только милосердный выстрел в голову. Но я не мог. Знать Спеси, пробудившись, не оценит убийство из милосердия. Я застряну здесь на годы, пытаясь отстоять свою правоту во всех судах местных законодательных органов. Избавившись от ее отчаянной хватки, я пошел дальше. Что, считаете меня мерзавцем? Ненавидите меня за то, что ставлю свой инквизиторский статус превыше нужд страдающего создания? Если так, то мне есть что ответить вам. Я до сих пор вспоминаю об этой женщине, и мне мерзко от того, что пришлось обречь ее на медленную смерть. Но если вы презираете меня, то сразу могу сказать, вы не инквизитор. Нет вас нужной моральной твердости. Я мог прикончить ее и облегчить свою душу, но это стало бы концом моей карьеры. И я постоянно думаю о тысячах, может даже миллионах, которые могли бы умереть куда более страшной смертью, если бы не мои действия. Я проигнорирую страдания одной души, если смогу спасти больше на сотню, тысячу. Человечество должно страдать, чтобы выжить. Это просто. Спросите Эмоса. Он знает. Но мне по-прежнему снятся его страдания. Хотя бы за это посочувствуйте мне. Я помчался мимо камер гробницы, но скоро мое продвижение замедлилось. Сотни спящих, вывалившихся из камер, ползали и корчились по коридорам в своей отчаянной слепой боли. Я обогнул их, кого мог, уворачиваясь от тянущихся рук, перепрыгивая через тех, кто беспомощно содрогаясь лежал на полу. Хор из тошных воплей и стонов был невыносим. В воздухе висела липкая, омерзительная вонь разложения и отходов жизнедеятельности. Несколько раз мне приходилось вырываться из схвативших меня рук. Как ни странно, но в этом кошмаре выслеживать Эйклона стало проще. Каждые несколько шагов попадался мертвый или умирающий спящий, хладнокровно расстрелянный убегающими убийцами. Служебная дверь в торце очередного коридора оказалась взломана и распахнута настежь. И я вышел на лестницу, пронзавшую все здание. Путь освещали сферы, закрепленные в настенных кронштейнах. Откуда-то сверху прогремели выстрелы, и я стал подниматься, держа пистолет так, чтобы была возможность прострелить каждый лестничный пролет, как меня учила Вивен. Поднявшись до этажа, обозначенного как восьмой, я услышал мерный гул какого-то тяжелого оборудования. Еще одна сломанная служебная дверь вела в галерею, огибавшую по кругу зал, который трафаретные руны на стенах определяли как помещение главного криогенератора. Из выбитого смотрового окна клубами вырывался дым. Зал криогенератора оказался просторным. Его потолок достигал пирамидальной крыши молитвенника 2.12. Размещавшееся в нем грохочущее оборудование было огромным и древним. Информационный планшет, выданный мне в Айсмобиле, сообщал, что криогенераторами, ныне управляющими мавзолеями гибернации Спеси, первоначально были оборудованы транспортные суда, доставившие в этот мир колонистов. По прибытии эти машины сняли с гигантских барж и перенесли, возведя вокруг каменные гробницы. Братство техномагов, пошедшее от инженеров транспортного флота, поддерживало криогенераторы в рабочем состоянии тысячи лет. Этот криогенератор, выкрашенный в матово-красный цвет, достигал 60 метров в высоту и был сработан из чугуна и меди. От него ответвлялось множество трубопроводов и теплообменников, оплетавших вентиляторы в крыше. Горячий воздух помещения вибрировал в унисон с работающей машиной и был наполнен дымом и паром. В тот же миг, когда я вошел в зал, по моему лицу и спине заструился пот. Я быстро осмотрел генератор и увидел, что несколько люков и защитных крышек выломано. Там, где применялся лом, краска была содрана и металл покорежен. Сотни лет техномаги наносили священную смазку, бережно ухаживали за печатями лекс-механики и вот, все труды пошли прахом. Я заглянул в эти отверстия и увидел там ряды медных катушек, вибрирующие стойки, влажные от черной смазки, закопченные переплетения заизолированной электропроводки и сочащиеся конденсатом железные трубы, обмотанные теплоизоляцией. На некоторых катушках были закреплены зубчатые металлические зажимы, от которых отходили провода, ведущие к небольшой и очевидно новой керамитовой конструкции, установленной в проеме люка. Цифровой рунический дисплей конструкции янтарно светился. Отсюда люди Эйклана запустили процесс разморозки, а это значило, что он либо нашел и завербовал местного техномага, либо привез с собой экспертов из другого мира. В любом случае, для такого требовали значительные ресурсы. Я взобрался по лесенке на решетчатую металлическую платформу. Там обнаружился прямоугольный ларец с длиной около полутора метров, опиравшийся на четыре ножки и снабженный ручками для транспортировки. Крышка оказалась открытой, и из-под нее выходило множество кабелей и проводов, подключавших устройство к электромеханическим внутренностям криогенератора. Я посмотрел в ларец, но не узнал практически ничего из увиденного там. Электрические платы и сложные механические элементы, опутанные пучками проводов. Но посреди этой мешанины явно оставалось место для чего-то размером с кулак. Свободные разъемы были подготовлены к подключению, но самый важный компонент этого таинственного устройства явно отсутствовал. В моем ухе ожил Вокс. Это оказался Бетанкор. За шумом криогенератора я едва смог расслышать его быстрый доклад на Глоссии. Эгида в небе поднята. Трижды по семь. Звездный венец. Бесславный ангел без титула будет возле шипа к восьми. Изображение? Я прикинул и решил, что сейчас я не в том настроении, чтобы надеяться на случай. Шип! Рисунок ястреба! Рисунок ястреба принят! С готовностью ответил он. Я увидел движение краем глаза через полсекунды после того, как оборвал связь с Бетанкором. В главный люк вбежал еще один из людей Эйклана, вооруженный старомодным лазерным пистолетом. Первый его выстрел, мерцающий шарик розового света, со звоном разорвался, врезавшись в металлические перила платформы, на которой я стоял. Я присел, и еще два разряда прошипели надо мной и с электрическим треском расплескались по чугунному боку криогенератора. Не разгибаясь, я выстрелил в ответ, но угол оказался неудачным. Еще два лазерных залпа в мою сторону, и один из них разорвал перила и прожег дыру в решетке. Бандит уже подбежал к лестнице. Затем в зал вошел еще один стрелок, выкрикивая что-то первому. Он сжимал мощный ручной пулемет. Он увидел меня и начал поднимать оружие, но я уже успел прицелиться и опрокинул противника двумя попаданиями в грудь. Первый теперь находился прямо подо мной. Он выстрелил и пробил решетку рядом с моим правым ботинком. Я, не колеблясь, перевалился через поручень и обрушился на него. Мы оба упали на пол, и Сципио выпал из моей руки. Невзирая на все мои старания удержать оружие, человек пробормотал какую-то безумную ерунду мне в лицо и ухватился за отворот моей куртки. Я вцепился ему в горло и запястье его вооруженной руки, выбивая лазерный пистолет. Он дважды выстрелил вверх. «Довольно!» – скомандовал я, вкладывая в голос волю и внедряя ее в сознание эйклоновской марионетки. «Брось это!» – что он и сделал покорно и словно удивленно. Псайкерские трюки часто сбивают с толку тех, на кого направлены. Пока он недоумевал, я сильно ударил его кулаком, оставив бандита валяться на полу без сознания. Когда я нагнулся, чтобы подобрать Сципио, меня снова вызвал Бетанкор. «Эгида!» – изображение ястреба. «Бесславный ангел низвергнут!» «Шип принял. Возвращаемся к изображению сурового испытания», – ответил я и поспешил за своей жертвой. Эйклан пробирался через верхние этажи к посадочной площадке, встроенной в наклонную крышу молитвенника 2.12. Наверху дул сильный ветер. Вместе с Эйкланом находилось еще восемь членов его банды, ожидавших орбитального челнока, который должен был унести их в безопасное место. Им не дано было знать, что благодаря Бетанкору все их надежды на спасение горят синим пламенем посреди ледяной пустыни в 8 километрах к северу. Точное попадание! А корабль, опускавшихся на посадочную площадку под покровом ночной снежной бури, рыча маневровыми двигателями, являлся моим боевым катером. 450 тонн брони, 80 метров от острого носа до скошенной кормы, опускались на столбах голубого огня, все еще прижимая шасси к корпусу, словно паучьи лапки. Под похожим на клюв носом включили среды прожекторов, озарив площадку и бандитов ярким белым светом. Некоторые из еретиков в панике открыли огонь по катеру. Это было именно то, чего сейчас больше всего желал Бетанкор. Он был разъярен, и все его мысли были о погибшей Вибан. Орудийные турели на коротких крыльях развернулись и окатили площадку огнем, истребляющим все живое. Камень разлетался осколками. От преступников же осталось только мокрое место. Эйклан оказался умнее своих людей, и как только в поле его зрения появился катер, побежал от площадки к люку. Там-то он и столкнулся со мной. Он удивленно открыл рот, а я заткнул его пистолетом Вибан. Уверен, ему хотелось сказать нечто важное, но мне не хотелось слушать. Я вбил пистолет в его глотку так сильно, что сломал дужкой курка нижние зубы еретика. Эйклан попытался дотянуться до чего-то на поясе. Я выстрелил. Опустошив его черепную коробку, заряд пролетел над посадочной площадкой и лизнул бронированный нос зависшего в воздухе боевого катера чуть ниже окна рубки. «Прошу прощения», – сказал я. «Не стоит беспокойства», – протрещал ответ Ботанкора по Воксу. «Очень странно», – произнес Эмос. Это его любимое выражение. Он ссутулился над ларцом в зале криогенератора. Мой ученый осторожно ковырялся в потрохах загадочного устройства, склоняясь, чтобы рассмотреть его поближе. При этом его тяжелый и плотно облегающие аугментические очки издавали мягкие щелчки при автофокусировке. Я ждал, стоя у него за плечом и разглядывая его старый лысый череп, обтянутый пергаментной кожей со старческими пятнами и обрамленный узким венчиком седых волос. «Убер Эмос – мой архивист и научный сотрудник, дольше всех был моим помощником и компаньоном. Он достался мне в первый же месяц моей службы в Инквизиции, перейдя по наследству от инквизитора Хапшанта, умиравшего тогда от мозговых червей. Эмосу тогда было 278 стандартных лет, и он уже отслужил в качестве архивиста трём инквизитором до меня. Жил он только благодаря кибербионическим трансплантантам, заменявшим его пищеварительный тракт, печень, мочевой пузырь, таз и левую ногу. На службе у Хапшанта он был ранен залпом из стабера. Обследуя его, врачи обнаружили запущенный и ранее остававшийся незамеченным рак брюшной полости. Если бы не ранение, жил бы он ещё максимум несколько недель. Но благодаря произведённому стабером вскрытию болезнь диагностировали и изгнали, а тело восстановили с помощью протезов. Эмос называет всё случившееся с ним счастливым несчастьем и до сих пор таскает на цепочке вокруг своей жилистой шеи перекрученную пулю стабера, чуть не отнявшую, но в итоге спасшую ему жизнь. Эмос с трудом поднялся, скрипя бионикой, и повернулся ко мне, отряхивая доходящие до земли зелёные полы своей расшитой мантии. Учёный посмотрел на меня через свои аугментические очки, покрывавшие большую часть лица. Благодаря им Эмос напоминал какое-то необычное насекомое с фасетчатыми глазами и узкими, плотно сжатыми жвалами. Кодифицирован как уникальный прибор. Процессор серийный, вроде тех блоков обработки мозговых импульсов, которые используют Адептус Механикус, чтобы осуществлять связь между человеческим мозгом и богом-машиной. «Ты встречался с подобными штуками?» Немного озадаченно спросил я. «Один раз во время своих путешествий просто проходил мимо, не стал бы утверждать, что обладаю более чем поверхностными знаниями. Однако я уверен, Адептус Механикус заинтересовались бы этим устройством. Может, это запрещенная технология или что-то украденное у них. Так или иначе, но они захотят заполучить это. Так или иначе, но они про это даже не узнают. Это следственная улика». «Пусть так и будет», — согласился он. Нас отвлек шум, донесшийся откуда-то снизу. Хранители гробницы и техномаги из криогенераторного братства заполонили зал, пытаясь организовать масштабную и, по моему мнению, совершенно бессмысленную операцию по спасению спящих из молитвенника 2.12. Жуткие крики все еще не утихли, и по всему мавзолею закипела работа. Я видел, что Эмос наблюдает за действиями спасателей с острым интересом, делая для себя заметки на информационном планшете, привязанном к его запястью. В возрасте 42 лет он подцепил мемовирус, который навсегда изменил работу его мозга, заставляя собирать информацию, любую информацию, всякий раз, когда предоставляется возможность. Эмос патологически нуждается в получении новых знаний. Он информационный наркоман. Как напарник он стал никуда не годен, поскольку легко отвлекался, но как было установлено уже четырьмя инквизиторами, в роли научного помощника оказался великолепен. Стальные цилиндры холодной сварки, в арматалон глядя на теплообменники, чтобы обеспечить стрессоустойчивость при перемене температуры или просто исходя из целесообразности производства. И еще, каково предельное изменение температуры при Эмос, пожалуйста. Он оглянулся на меня, вспомнив о моем присутствии. «Ларец! И в самом деле, прошу прощения, серийный процессор, про это я уже говорил?» «Да, что он обрабатывает, какие данные?» «С самого начала я думаю об этом и предполагаю, что обрабатывает он какой-то ментальный процесс или процесс передачи ментальных волн, но не уверен в этом». «А чего не хватает?» – спросил я. «О, и ты это заметил?» «Это очень странно». «То есть странно не то, что ты заметил, а…» «Ладно, конечно, я не могу сказать со всей определенностью, но нечто заостренное, нестандартное по форме и собственным источником энергии». «Почему ты так думаешь?» «Нет энергетических входов, только выходы. Да и разъемы любопытные, нестандартные. Здесь ничто не соответствует стандартам». «Ксенотехнология?» «Нет, вполне человеческая, просто нестандартная. Вероятно, спецзаказ». «Ага, вот только зачем?» – спросил Бетанкор, поднимаясь к нам по лестнице. Его непослушные черные кудри обрамляли смуглое худое лицо, которое обычно было приветливым и озорным, а сейчас мрачным. «Вначале, Мидас, мне потребуется провести некоторые дополнительные исследования», сказал Эмос, вновь склоняясь над ларцом. Бетанкор посмотрел на меня. Мы с ним были одного роста, но он более стройным. Его ботинки, бриджи и куртка были сшиты из мягкой черной кожи с красной окантовкой в памяти старой униформе пилота-охотника Главии. А поверх он по обыкновению надел короткую светло-вишневую шелковую безрукавку с переливающимися вышитыми вставками. Его руки, затянутые в перчатки с тонкой кожей Блэка, зловеще покоились на изогнутых рукоятях иглометов в кобурах на бедрах. «Долго же ты добирался», – начал я. «Они заставили меня отвезти катер обратно к посадочной площадке в долине гробниц. Сказали, что эта платформа им нужна для срочных вылетов. Пришлось слетать обратно. А потом я сходил к Лорес. Она умерла достойно, Бетанкор. «Может быть», – сказал он и добавил. «А такое возможно?» Я не ответил, понимая, в насколько плохом настроении он пребывает. Я знал, что он любил Лорес Виббен, или, по крайней мере, считал, что любит ее. Я понимал, что с Бетанкором трудно будет иметь дело, пока он не свыкнется с утратой. «Где этот иномирянин? Где этот Эйзенхорн?» Требовательный голос раздался в зале под нами. Я посмотрел вниз. В зал криогенератора вошел человек в сопровождении четырех хранителей в теплых одеяниях, несущих световые посохи. Он был высоким, с бледной кожей и сидеющими волосами. Его надменная осанка говорила о самообладании и высокомерии. Он носил теплую и богато разукрашенную церемониальную мантию насыщенного желтого цвета. Я не знал, кто он такой, но почувствовал, что пахнет неприятностями. Эмус и Бетанкор также наблюдали за ним. «Есть какие-нибудь предположения относительно того, кто это такой?» Обернулся я к Эмусу. «Ну, видишь ли, это желтое одеяние, так же, как и светящиеся жезлы, которые держат хранители, должны символизировать возвращение солнца, а с ним тепла и света. А это значит, что перед нами высокопоставленное должностное лицо комитета хранителей бездействия. «Это я уже понял», – пробормотал я. «Ну ладно, зовут его Нисемай Карпел, он верховный хранитель, тебе стоит именно так к нему обращаться. Родился он здесь, в сезоне живительности 235 года, то есть 50 стандартных лет назад. «Приходится с сыном? Достаточно. Я так и знал, что этим кончится». Я облокотился на поручень, глядя вниз. «Я Эйзенхорн!» Когда он увидел меня, вздувшиеся вены на его шее должны были символизировать едва сдерживаемый гнев. «Арестовать его!» – приказал он своим людям.